Писпи винтовка от компании Крал модель Панчер Макси 3 в калибре 6.35 поставляется в картонной коробке внутри нас встречает сертификат паспорт инструкция клапан сошки два магазина на 10 пуль шток для подзарядки и кое-какие зипы ну и сама винтовка разумеется начнем с барабана мне показалось это важно на ютубе я изучал обзоры конкурентов никто толком не показала не объяснил как барабан заряжается хотя в инструкции написано но там не до конца понятно в общем вам прозрачную часть барабана нужно провернуть по часовой стрелке не до конца и первую пулю вставить в самое первое отверстие эта пуля заблокирует пружину и дальше вы спокойно сможете закидывать стальные пули я закидывал все 10 потому начал с конца так скажем вы можете этого не делать закину 34 сколько там у вас имеется ну с установкой барабана саму винтовку все гораздо проще кстати можно познакомиться с предохранителем достаточно удобный ручка взвода подпружинена легкий взвод у нее очень барабан вставляется только с одной стороны справа здесь имеется такое пластиковое ребро пластиковый выступ называете как удобнее по нему ориентируйтесь перед чем барабан вставлять ну в принципе все ну и вернуть осталось рукоятку в прежнее положение только готова к стрельбе заправка тут тоже важный момент это быстросъемный шток для заправки винтовки заправляется через это отверстие и тот родной который идет с винтовкой он ни к одному нашему насосу не подходит ну и скорее всего большинство насосов которые будут продаваться на территории россии потому нужно что-то придумывать я взял ремкомплект от винтовки хатсан бт-65 они разные но к насосу и к винтовке она подходит таким образом выкручивался из положения вам нужно учитывать этот момент особенно если это винтовка первая вы вот-вот уже готовы были стрелять допустим у вас даже насос есть а пострелять не сможете потому думаете либо заказывать ремкомплект такой хатсановский либо самому что-то с резьмой думать либо заказывать шланг с нужной резьбой либо какие-то переходники придумывать я вот подобным колхозом все-таки смог выкрутиться спокойно винтовку насосом докачал до 150 атмосфер дальше качать не стал пожалел и себя и насос баллоном конечно это делается гораздо проще но скорость начинает падать только после того как давление в баллоне упадет до 100 атмосфер кстати резервуар здесь на 280 кубических сантиметров давление в нем 200 бар хватает примерно на 60 выстрелов при полной заправке еще интересный момент это регулируемая щека насколько адекватное решение я не знаю на максимальной высоте щека начинает люфтить да на любой высоте люфтит ну турки так решили нам с этим жить но думаю не так критично винтовка просто экстремально дешевая из того что может быть не нравится это решение но подобные винтовки бывают в дереве их покажу вам как-нибудь в другой раз ствол разумеется нарезной длиной 535 миллиметров имеется такой стальной надульник видимо можно сюда еще что-то докрутить типа звукомодератора с резервуаром мы знакомы на ложе снизу имеется такая планочка вивера туда можно установить либо нормальные сошки либо еще контекстуар типа фонарика манометр снизу удобнее чем спереди но это сравнительно с хацанами спусковой крючок регулируется пистолетная рукоять ну что тут можно сказать ну эргономичная но пластиковая но легкая ну и мягкий тыльнику приклада еще интересная особенность здесь регулируется мощность надеюсь вам видно плюс минус ну плюс наверное больше мощности минус наверное меньше поскольку винтовка очень сильно задушена я не стал с этим экспериментировать задушена она здесь вот пломба под пломбой винт шестигранником его видимо можно выкрутить и поставить этот винт который очередная еще является клапаном и перепуском и винтовка вернется к своему обычному состоянию на данный момент скорость перемена такая для чего это сделано объяснить наверно будет очень просто сертификате указано что все то что до трех джоулей вообще оружием не является и это единственный выход юридически если можно так сказать формальный который позволит людям не имея лицензии иметь оружие с калибром выше четырех с половиной миллиметров целом винтовка новой информации по ней минимум будем ждать пока люди настреляются нам что-то напишут ну или вы можете сами стать первопроходцем в этом деле она легкая как уже было сказано самая дешевая psp что есть на рынке ну столько вы разумеется из винтовок в таком калибре целом винтовка достаточно любопытно если посмотреть на цену посмотреть на калибр и на то насколько ее просто скорее всего просто вернуть в исходное стоковое состояние в в котором уже можно поохотиться